Стадион Украина очень долго ждал этого матча. Выход Карпат в групповой этап Лиги Европы вызвал небывалый ажиотаж. А с ним и очереди за билетами. Поэтому и поддержка была просто неимоверной. Но дела у Карпат не заладились с первых минут. Травму получил Батиста. Я думаю, ничего серьезного не будет. И в наступлении игры все будет нормально. Пока оказывают помощь Батисте, Карпат играет в меньшинстве. Атака Боруси, Борис проходит Тубича. Внимание на пару с голкипером пытаются спасти ситуацию. Я сблизился, не думал, он будет бить по воротам. Закрыл с первого ряда, он прокинул и упал. По мнению арбитра, это желтая тлумака и пенальти. Нуре Шахин 1-0. Еще одна досадная 27-я минута. Шибся Голодюк. Дортмундцы перехватили мяч. Игра в стенку и Мария Гетце выигрывает дуэль у тлумака. 2-0. Может быть, что хвиливались, но это нас немного встряхнуло. И трибуны нас погнали вперед. Длинная диагональ на Кополовца. Тот в касании на Занёва. Последний отвлек и защитников, и Кипера. Мяч оказался у Голодюка. 1-2. После перерыва окрыленные Карпаты на всех парах помчались вперед. Хуммельс на ровном месте подарил мяч Кополовцу. Вайденфеллер очень расстроился. 2-2. Борусия в гневе выдала серию перекладин. Опасноса Штрафнова пробивал Шахин. Тлумак дотянулся, и уже от руки Кипера мяч попал в перекладину. А так, после подачи углового, головой пробил Борис. Но, как известно, не забиваешь ты, забивает Генис Кожан. Пошла дневная передача, и где-то защитники не рассчитали. И, получается, я как бы выбегал с глубины, и один в один, и пробил дальний угол. 78-я минута. 3-2. Львовяне впереди. До финального свистка оставалось совсем немного. Но выход Бориса 1-1. 3-3. А уже в добавленное арбитрам время Геоцц выбежал из-за спин защитников. Карпаты подумали, что офсайды остановились. А немцы тем временем забили четвертый победный гол. 4-3. Посмотрите, мы такие подкинет. Это же детские ошибки. Это же вот эта игра, мы бы как минимум не могли проигрывать. Как минимум не могли. А что-то не хватает в том, что опыта может не хватает, мне кажется. Очень обидно. Как бы триллер разыграли. Поэтому, я думаю, закономерно был бы результат этой ничья. Игроки Карпат еще долго находились на поле. Кто-то сидел за круглесу руками, кто-то просто замер на месте. Из этого состояния футболистов вывел Олег Кононов. Коуч подошел к каждому. А стадион аплодировал им стоя. И это, наверное, лучшая оценка за игру. Да, не выстояли. Не хватило опыта. Но опыт придет. Главное, чтобы в дальнейшем у команды сохранился такой же характер и экс.